Гугл в прошлом году в конце анонсировал Тарван Гулян и тема моего доклада о том, что мы можем увидеть в релизе, который обещается в этом году. Первый вопрос, который бы хотел осветить, это предпосылки к возникновению и вообще к необходимости новой версии. В руках анонсировал Тарван Гулян идет много споров, в общем-то, как и любой другой продукт, который набирает популярность, он находится в многих людей, которым он не нравится, но которые вынуждены пользоваться, они его не до конца понимают и потом пишут гневные статьи, которые постоянно везде встречаются. Я хотел бы рассказать о тех недостатках, которые были в основу, которые стараются решить во втором году. Первый, ну, недостаток, недостаток, тем не менее, в первом году принципы, которые были заложены, они уставили. Они были заложены в 2009 году, когда только проектировался, и они основаны на тех технологиях, которые были тогда. Сейчас веб-разработка двинулась довольно сильно вперед, появились новые технологии, которые можно было бы использовать уже сейчас. Особенно это важно для мобильников, потому что они, ну, более требуются на производительность. Вот. Пример различных технологий, да, которые появились и которые могли бы заменить некоторые концепции, которые были в первом ангуляре. Концепция первого ангуляра директива, то есть это некий custom tech, который может заключать какую-то функциональность для себя. Сейчас она может быть реализована по технологии, по компонентам. Вторая технология это Transclusion. Тут, по-моему, из вас никто особо не разбирается. Но это технология, которая позволяет пробрасывать, оборачивать одной директивой какой-то произвольный код. То есть произвольный код потом вставляется внутрь директивы и нужно там использоваться. Сейчас он заменяется на технологию Shadow DOM, которая позволяет строить виртуальный дом. То есть на странице его нет, но если в инспекторе посмотреть, там видно, что за этим элементом скрывается какая-то, какая-то еще структура. Ну и, собственно, самое интересное, это весь ангуляр организован по модулям, то есть модульная архитектура, и каждый модуль регистрирует внутри себя кучу зависимостей, которые он использует. То есть все компоненты, которые есть в первом ангуляре, да, они регистрируются внутри какого-то конкретного модуля. И если нужно было взять какой-то компонент из другого модуля, приходилось импортировать модуль целиком. Сейчас от этой концепции отказались в пользу обычных модулей, которые поддерживаются вот в последующей версии JavaScript, это на Spring 6. Это обычные модули, как пакеты в Python, как какие-то другие пакеты в других языках. То есть был полностью нативная модульная архитектура. Второй вопрос, который пытались решить, это ангуляр при всех своих достоинствах, удобств для разработчика, скорости разработки и все такое, он был достаточно медленен и низкопроизвательен для определенного рода приложений. Например, делать на ангуляре какой-то сложный грид с большим количеством данных, там тысяча, допустим, строк, куча фильтров и тому подобное, ну, как Excel, например, да, или какой-то VGS есть гриды, они хорошие. На ангуляре такая штука была бы достаточно тормозной. Причина кроется очень простая. Ангуляр слеживает изменения в модели, то есть есть некий объект, да, модель, у него есть определенные свойства, да, и значения у этих свойств. Ангуляр периодически проверяет изменения в этой модели, то есть у него есть эталон модели, это предыдущее его состояние, он проверяет текущее состояние с предыдущим, и если что-то изменилось, да, он генерирует там события на изменении, начинает менять, полностью перерисовывать страницу. Ну, точнее, те элементы, которые могут изменяться. В общем, вот эта технология, когда по тайм-ауту идет постоянная проверка изменения модели, либо надо вручную вызывать, так называемый дайджест, перерисовка всего, то есть перерасчет, она обведена, особенно на очень динамических данных, там, где что-то срабатывает постоянно, какие-то, может быть, даже если, например, сделать часы, обычные часы на ангуляре, повешать их уголочки, где будут тикать секунды, то на каждый тик секунды, на самом деле, будут перерисовываться, по крайней мере, будут проверяться все модели этой страницы на их изменениях. Ну, короче, это медленно. Второй ангуляр, он ближе к нативному JavaScript в этом плане, он манипулирует напрямую свойствами дом-элементов, и в качестве чекера для изменений я потом... В конце уже расскажу более подробно об этом. Используется их собственная библиотека ZoneJS, да, она основывается на работе метода Observe, который появился в новом JavaScript, и сейчас уже поддерживается в большинстве современных браузеров. Он нативный метод, который позволяет отслеживать изменения в объекте JavaScript. То есть мы меняем, как бы, JavaScript-объект, он генерирует события, и мы можем в этом событии начать перерисовать ту часть страницы, где он там нашло. Вот. Ну и третье, самое главное, то, за что ангуляр никто не любит из тех, кто его плохо знает. Он сложный, вернее так, он обманчиво простой, и когда открываешь туториал, вроде все просто, все понятно. Да, во, плево, надо использовать. Начинаешь использовать, но хочешь что-то большее, чем в туториале, и приходится копаться в глубже документации, читать какие-то более углубленные книжки, поэтому и там понимаешь, что он не такой простой, как казалось бы. И вот это вот самые-самые основные концепты первого ангуляра, многие из них регулируют друг друга. Например, я хотя работал с ангуляром, но через полгода только, наверное, начал четко для себя понимать, чем разница между сервисами, провайдерами, фабриками. Потому что они все, в принципе, одно и то же, но отличаются просто временем жизни. Ну и остальные вот тоже концепты, это и сколпы, которые на самом деле модель данных, ну контрольных, понятно, все это используют, модули я уже говорил, директивы, фильтры там, ну и тому подобное. Очень много концепций, очень много терминов, и для каждой из них развернутая документация. Все это усугублялось тем еще, что язык шаблонизатора ангуляра, например, директива для итерирования по списку, то есть для построения любых списков, у нее свой синтаксис, надо было учить кучу разных синтаксисов, каждый директив один. Вот есть даже знаменитая шутка по поводу грибовое изучение ангуляра. Ну, собственно, я понежестно назад, когда человек начинает учить, что-то делает, ему нравится, потом сталкивается с сложностями, матерится, лезет в документацию, разбирается, берегу клево, ну и вот. Так повторяется до сих пор, пока он не прочитал весь исправник от ангуляра и не понял каждую из прочей. Ну, это просто итог тех предпосылок, исправление которых легло бы во второе дело. Наконец, тема. Хочу начать с самого простого приложения, которое строится на втором грибе. Дело в том, что так как нет больше ни директив, ни сервисов, ничего из старого, кстати, вот это я хотел уточнить, второй гриб не как не связан с первым. Там нет ничего между ними общего, кроме, может быть, команды разработчиков. Полностью вся концепция изменена, архитектура изменена, язык тоже, на котором он пишется, изменен. Это новая библиотека, и изучить придется все заново. Что-то думать о том, чтобы портировать старый проект на новый ангуляр, это просто переписать все заново. Хотелось бы отметить, ну, в общем, вот сейчас ангуляр строится на одной простой концепции. Есть одна концепция, чисто ангулярская. Это компоненты. Вот это компоненты. Все приложение, на самом деле, является просто одним компонентом, не деревом компонентов. То есть есть перневой компонент, у него есть вложенные компоненты, у тех есть свои вложенные компоненты. Они как-то между друг другом общаются, и все, больше нет ничего. Вот это, ну, понятно, да? Что делается классик, делается поле, делается конструктор классик, какое-то значение для полей. Этот же контроллер является моделью, то есть его поля, это поля модели. И верхую, если брать бетон, то это как декоратор. На самом деле это аннотация, это мета-данна. Вот. Интересная штука. Я уже упомянул, что они переписали гулять, начинают переписывать на другой язык, да? Они сначала его писали, им нужны были вот эти штуки, они хотели очень вот эти аннотации, так называемые. И их не было ни в одном, ни в одном языке, таком, который бы проходил на жалостке. И они придумали свой язык, который основывался на этноскрипт 6, и назвали его Эдскрипт. Они вот так хорошо анонсировали, что вот мы там придумали, хорошо, все. Но, слава Богу, одумались и договорились с компанией Microsoft, что удивительно, не Богу, договорились с Microsoft об использовании TypeScript'а для написания огуляра. Дело в том, что им пришлось просить добавить этих компонентов, и TypeScript, кто, кстати, вчера вышел Alpha версия 1.5, как раз и поддержка AltyStum, они согласились на это, и в релизной версии 1.5 TypeScript'а будет возможность добавлять эти аннотации. Ну, вкратненько про TypeScript, он может копилироваться в Экмоскрипт 5, на самом деле в Экмоскрипт 6 пока еще не умеет, но в скором будущем научится. Он сам по себе очень похож на Экмоскрипт 6, просто добавлены к нему еще типы, все остальное уже в Экмоскрипт 6. Ну, проангуляр, он от него никак не зависит, это разные проекты совершенно. TypeScript'а родился не так давно, но никак не связано с ангуляром сейчас. И несмотря на то, что он типизированный, типизация не строгая, она опциональная, можно типа не указывать, если сильно не хочется. Но крайне желательно, потому что иначе теряется весь смысл использования TypeScript'а. Вот пример того, как TypeScript, вот этот код превращается в нормальный код на обычный JavaScript. Мы видим, что никакой магии не происходит, просто класс, конструктор класса становится конструктором, тут функция конструктора в JavaScript. У него есть прототип, который не совсем тот код. Я тебя перепутал, извиняюсь, но здесь должны быть прототипы еще два, если бы там было какое-то значение. И аннотации превращаются просто в один из поля аннотейшн у конструктора. И ангуляр имеет это использовать. В этой презентации нет, но я расскажу насчет зависимости. Все знаем из разработчиков, что такое Dependency Injection. В первом ангуляре он был, и очень многим он не нравится тем, что он дублируется. То есть нужно и файлы, например, если используется QI.js, нужно было подгрузить и файлы физические, и потом их еще зарегистрировать, и потом использовать как зависимость, и при этом зависимости надо было объявлять явно. Сейчас это все упрощается, так как язык типизированный, нужно просто в конструктор передать класс нужным. То есть перемены такого-то типа. И он сам увидит тип, и сам его проинициализирует. Тут вообще все хорошо, по поводу зависимости. Самый главный концепт, еще раз расскажу, компонент, он состоит из двух частей. Это аннотация, типа декоратор. В принципе, они декоратори. И вот, кстати, аннотация для компонента позволяет его использовать вот этот вот такой текст. То есть To-Do, ЭПП. Он на самом деле будет компонентом, и когда эта штука стрелится, он проинциализирует компонент, и он будет работать. А, нужен компонент, знаешь? Берется шаблок, который брендеривается, потом будет оттуда. И вторая часть компонента – это контроллер. Ну, собственно, мне ничего интересного. Это просто класс обычный с логикой и с данными. В контроллер можно инжекнуть, ну, в зависимости сервис, например, какой-нибудь, в котором какая-то более тяжелая логика, да, или, например, общение с сервером. Сервисом же больше нет. Ну, их нет как концепция ангуляра, но кто-то тебе не мешает создавать просто класс, в котором будет какой-то логик и назвать его MyService. Ну, то же самое, просто повторю. Вот. Вторая тема во втором ангуляре насчет инициализации. Минимальное приложение на первом ангуляре выглядит примерно так. То есть нам нужно было создать сначала модуль, его объявить, объявить его в разметке, создать контроллер, ну, то есть конструктор контроллера, его зарегистрировать, там все на самом деле пропущено, но на самом деле там еще можно было зарегистрировать его зависимостью, типа сквоп, который попадает в конструктор. Это вот минимальный код. Ну, тут понятно, да, что модель, поле модели, сюда в рендере за слово дель. Нужно было указать контроллер, ну, это на самом деле акционально, что в минимальной конфигурации, вот там, вот, минимальный алгоритм создания приложения на ангуляре, да, вот, примерно такой. Создать модуль, прописать его, создать контроллер, проинициализировать модель, то есть забитое значение, зафиксировать контроллер в модуле ангуляра, и создать шоблок для награды. В новом же, ну, у нас есть контроллер, ну, или компонент, который с аннотацией контроллера, и мы просто его инициализируем. Мы инициализируем однажды только корневой компонент, то есть коммулятор. Ну да, корневой компонент инициализируем, и все, больше нам ничего не нужно, ну, кроме, конечно, как написать шаблон. Шаблон еще нужно, но тему шаблона чуть проще. Вот, ну, тот же нагрид. Все, самое интересное. Синтакси шаблонов. Здесь они взросились, конечно, знатно. Это пример простенького контроллера, да. Вот мы имеем конструктор, в котором есть одно поле, и некий сеттер значения этого поля. Просто, многие говорят, самое простейшее. Вот как выглядят новые шаблоны. Немножко непривычно. Единственное, что осталось от первого ангуляра, это вот эти вот вставки через фигурные скобочки, которые, кстати, не рекомендуются. Все, все остальное новое. Нету теперь нг-модел. Нг-модел, раньше такая штука была. Она позволяла привязываться к полям, привязывать значение поля модели к значению поля. То есть связывать DOM элемент и модель JavaScript Toll. То есть объект JavaScript Toll. Сейчас такой концепции нет. Есть концепция локальных переменок, которые локальны в контексте шаблонов. И с ними нужно работать. Вот. Я уже сказал, что второй ангуляр, он более нативный, что ли, он работает напрямую с DOM, и за счет этого достигается высокая скорость. Например, в круглых скобочках мы где-то, конечно, описываем обработчики событий, то есть свойства этих элементов. Причем нативные свойства. То есть у BATTERNA, это HTML элемент, у него есть джал-сруктовые свойства дизебли. Мы можем его менять. Тут true, false, и естественно при его смене будет дизеблиться и не дизеблиться. И здесь вот так вот получается. Все очень нативно будет. Дальше я расскажу чуть подробнее. Первая концепция интересная, это это, например, локальные переменные. Совместный ng-model, то есть вот здесь мы привязываем поле вот это вот, его значение привязывается в локальную переменную, и потом значение этой локальной переменной мы можем использовать где-то, внутри шаблона. Например, мы можем передать это значение в обработчик событий. И это значение тогда попадет на внутрь обработчика. И последнее, это еще раз подробно, это изменение свойств объекта. TextContent это стандартное домовское свойство, оно отвечает за собственно текст элемента. И вот это вот аналог бывшего ng-bind, который мог вставлять текст внутри. Здесь мы просто его привязываем напрямую. То есть меняется значение, меняется тут же, меняется с текстом. U-name это в данном случае стака, или она будет заменена? То есть оно написано в кавычках, как будто это прям... Это... это же HTML, это атрибут, это значение атрибута, а значение атрибута всегда в привычках. Ну, на самом деле это просто... Ну, то есть он будет разворачиваться в значение какое-то еще? То есть он внутри нью-нейм белью, он во что-то развернется, да? Или нет? Или это конкретная стака? Это не атрибут, это property. Ну да. Ну, этому смыслу присвоится значение. Это значение будет нью-нейм белью, или то, что лежит в нью-нейм белью? То, что лежит внутри. Вот это вообще не очевидно. А зачем тогда нужны были фигурные сумочки? Квадратные? Нет, фигурные. Шаблоны двойные фигурные типа подставляют значение. А здесь значение прям в кавычках подставляется. Это в одно и то же. То есть можно либо так либо так написать, да? Да, есть преимущество и у того, и у этого. Вот это быстрее, потому что не нужно ничего пасить. Просто поменяешь значение элемента. А там тебе приходилось пасить, распознавать там шаблон и менять его. А как различить конкретную строчку от вот этого? А, если просто хочется строчку добавить? Да. В данном случае проще сюда написать текст и все. А вообще можно, конечно, просто одинарные кавычки сделать и получить текст. А, ясно. Ну то есть экранировать просто и все. Ну то есть экранировать просто и все. А... Ну вот, вот здесь все добавлю. Это... Мне самому не привычно это синтаксис совершали. Я пробовал, но пока... Не знаю, не могу. Надо себя прям по рукам бить и заставлять это все. Итогом по синтаксису шаблонов. И главная цель была унификация отработки... Ну... Унификация работы с элементами и со значениями. Они пытаются упростить таким образом. То есть я вижу на ход шаблона, я вижу, какие свойства элемента я меняю. И мне не надо что думать. В первом гуляре там... Директив были свои кастомные атрибуты, которые... Как они интерпретировались внутри директивы, зависело только от этой директивы. Только как хотел, то так интерпретировал. А сейчас это все явно понятно. Гораздо проще. Но, по-моему, это не так липко. И вот эту тему я тоже отложил. Зон.js. Странная библиотека. Я так пытался поднять, как она работает. Работает она магически. Она создает такие потоки. Ну, джавас. Которые позволяют управлять... Что-то типа, короче, осинхронного кода в одном потоке. И поэтому... В этом потоке, который называется зона. Не поток, а зона. И внутри этой зоны успешно оплавливаются исключения. И можно полстэк восстановить. Но самое главное, это то, что зон позволяет ослеживать изменения в модели. И рендерятся только те компоненты, которые изменились. Исключительно те компоненты. И за счет этого сильно ускоряется работа. Ну и еще... Есть такая концепция в Angular 1-ом. Это дайджест. Дайджест это некий метод, который вызывается, чтобы перерисовать... Ну стоит... Обновить страничку вообще. Перерисовать ее. Дайджест вызывался на любой... Клик, мышки или еще на что-нибудь в Google. То есть, если в Google есть ng-click, например, который обрабатывает значения, то после того, как я на нее нажму, выполнятся обработчики, и потом запустится дайджест для обновления. Или, например, пришел запрос сервера. То есть, Ajax запрос отправил, пришел ответ, и опять запускается дайджест, чтобы обновить страничку. Сейчас это все не нужно делать, дайджест не запускается, потому что нет необходимости, и теперь оно все само делается через нативные лучики и все. Но, для старых браузеров, ну, все мы знаем про какой браузер речь, от которого до сих пор никто не может отказаться, для них остался вот этот способ, как фолдинг. Ну, собственно... Все. Контроллеры остались. Контроллеры остались, да. Единственное, что осталось. А как получить доступ к локальным переменам? К локальным переменам? Никак. Локальные перемены существуют только внутри шаблона. Если ты хочешь как-то их пробросить в модель, ну, то есть в контроллер, тебе нужно будет вызвать какой-то метод, вот как было... Вот как было здесь. То есть мы на клик пробрасываем значение внутрь. И там уже контроллер его сам куда-то присваивает. Раз нет ng-model, то есть в направленной привязке, да, приходится делать так. Как это можно будет сделать в режиме текста, чтобы постоянно была актуальная модель? Например, здесь можно повешать события обработчика change, и в этот change просто вызывать сеттер на поле модели. Все. Можно, в принципе, даже можно сделать просто... New name равняется... Ну, не там не name, а просто name, как поле контроллера. Name равняется, там, new name.vr. И оно будет обновляться. Тогда даже не надо будет носить изменения контроллера. Немножко больше кода, но не знаю. Надо пробовать. А вот как-то наслаждается на модели его защитляется. Ну, то есть у меня загрузка с стагнитами, или там как-то они как-то компилируются заранее? Они... Они... ...выкусывают всякие специфичные штуки, да? И их пинциализируют отдельно. Здесь, скорее всего, такой же механизм. То есть шаблон будет после загрузки внутри самого агуляра компилироваться и разворачиваться там. Ну, то есть строится дерево компонентов. Ну, слово «компилироваться», оно как бы смущает. То есть он будет интерпретироваться, да? Не, ну... Да. То есть все-таки это будет на браузере клиентов обновляться? Нет. Нет, конечно, да. Вот, наверное, брать его. Ага. Этот, да, в смысле, все абсолютно исключительно на клиенте. Про... То есть на клиент приходит такой вот вот, вот такого штуки? Да, да, да. Тут про серверы вообще речи не идет. Ну, если пользователь нажал там, control loop в браузере или смотрел исходник, он увидит... он увидит уже от рендера. Ну... Да, он увидит уже от рендера на этих штук там. Ну, если он глянет... Ну, control loop, конечно, он может увидеть. Потому что это то, что сервер пришло. Пришло оно вот в таком виде. А вот если он нажмет и посмотрит в элемент... В доме, да? Если в доме посмотрит, то там он уже будет скомпилирован, а там такого не будет. А какая версия сейчас у ангуляра про альфа или... Можно использовать уже ангуляр? Не-не-не, нельзя, абсолютно нельзя. У них еще нет даже документации. Есть сайт angular.io. Там все наработки по второму ангуляру. Там есть эти... Туториалы для TypeScript'а, для Dart'а. Потому что параллельно существует еще форк этого же проекта на Dart'е. Пишется. И там кроме туториалов нет ничего. Документации нет. Презентации, на базе которой я делал эту, тоже упоминалось, что документации пока нет. И будем ждем появиться. Единственный способ узнать что-нибудь о новом ангуляре, это... У ангуляры есть официальный блог, и они там периодически пишут статьи разные. Допустим, недавно была статья о том, как обрабатывают, как идет работа с форумами в том ангуляре. То есть... Только так. Когда они по ней будут его реализировать? По-моему, осенью эта работа. Но по мне так там еще работают люди. Кроме нужен точно технический писатель, потому что ничего не задокументировано. А читать исходный код, чтобы понять все эти концепции, это слишком много. Тем более сейчас ангуляр второй, в отличие от первого... Первый ангуляр, он идет большим блоком таким, то есть скачиваешь огромную лигу, она в развернутом виде со всеми комментариями, 600 килобайт. Да, чуть-чуть сжатом там 200 килобайт. Сейчас он полностью модульный, то есть там детект изменений, инжекция, ну и инжекторы зависимости, компилятор шаблонов. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok